Ребяточки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Здесь я снимаю ежедневные видеовлоги, но сегодня у меня будет видео о покупочках с Алиэкспресс. У меня их не так много, но для ребенка я некоторые вещички прикупила, а также для себя. Сейчас я нахожусь на 36 неделе беременности. Совсем-совсем скоро появится мой малыш, так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное. А мы давайте начнем! Давайте, наверное, начнем с игрушечек. Я заказала, как только, наверное, узнала, что беременна, две вот такие вот игрушечки. Одна с ежиком, ну, знаете, их можно грызть. Сделаны они неплохо, но вот здесь вот я бы немножечко зашкурила, наверное. А так я думаю, что никаких занос не остается Алиэкспресс. Это первая погремушка моего сына. Итак, далее у меня есть пара вещей из одежды. Это вот такой вот комбез. Он очень мягкий, приятный, но мне кажется, он очень на вырост. Может быть, на 3-4 месяца. Я его вообще заказывала для того, чтобы взять его на выписку, но, к сожалению, он будет слишком большой. Поэтому оставим его напоследочек. Дальше тоже вещь на вырост. Здесь написано, что это 70-й размер, но я не знаю. Это вот такой вот бодик, и к нему идут штанишки. На самом деле на Алиэкспрессе очень много всяких интересных вещей, и мне кажется, была бы моя воля, я бы все скупила, но, к сожалению, я не люблю так покупать, чтобы не знать, какой размер точно придет, потому что Алиэкспресс это все-таки в небольшой степени какая-то лотерея. И дальше офигенная вещь, которая мне понравилась, это вот такое вот одеялко. Оно достаточно такое большое, муслиновое, шестислойное, и очень-очень приятное на ощупь, такое мягкое. Я не стала покупать большое одеяло, знаете, которые вдеваются в подояльник. Я не вижу смысла покупать эти тяжелые одеяла, а вот такое вот самое то. Тем более у нас малыш ближе к лету, и для того, чтобы укрыть его в колясочке, или просто дома накрыть, в общем, я влюбилась в это одеялко. Также очень миленькая вещь, это вот такие вот карточки для фотосессии, их там очень много на все случаи жизни. Здесь идет 20 карточек, они двухсторонние, есть 12 карточек по месяцам, то есть первый месяц, второй месяц, третий и так далее. Моя первая весна, в общем, очень-очень интересные карточки, мне кажется, для фотосессии будут очень прикольненько. И цена на них достаточно неплохая, и пришли они ко мне очень-очень быстро. А теперь вещь, которая понадобится маме, возможно, возможно, конечно, не понадобится. Это молокоотсос. Пришел он вот в таком вот мешочке. Удобно его хранить, знаете, не нужно там в какой-то коробке. И цена у него очень хорошая. Я, конечно, не знаю, мне не с чем сравнить, у меня не было других молокоотсосов. Но я считаю то, что тратить 15 тысяч на молокоотсос, и, возможно, он даже и не пригодится, это что-то слишком. Здесь идет вот такие вот две бутылочки. Также здесь есть соска, но она не подойдет, я думаю, для новорожденного, потому что у него очень большое отверстие. Мне кажется, молочко будет очень сильно выливаться. И здесь есть блок управления. Он очень интуитивный, тут все понятно. Я буквально за три минутки разобралась, как что действует и как что работает. Конечно, к молокоотсосу я купила вот такие вот пакетики для заморозки молока. Их здесь 30 штук. Цена тоже очень выгодная по сравнению с обычными магазинами. И здесь идет 20 миллилитров. Не знаю, насколько это, конечно, удобно. У меня первый малыш, и будем пробовать. Я знаю, что еще есть баночки для заморозки стеклянные, которые многоразовые, их можно использовать. Но мне кажется, они будут занимать очень много места в морозилке. Поэтому, мне кажется, вот эти все-таки пакетики будут поудобнее. Но все же посмотрим. А сейчас я покажу покупку, которая не относится к беременности. Это вот такой вот рюкзачок. Я его покупала для себя. На самом деле, когда я заказывала, я думала, что он будет побольше. Но нет, он очень маленький. Но сейчас у меня туда входит обменная карта. Маленькая бутылочка с водой. Здесь у меня многоразовые пакетики для того, чтобы покупать фрукты. И вот здесь у меня идет многоразовый мой пакет, с которыми я хожу в магазин за покупками. Так что мне достаточно такой сумки. Конечно же, сюда не идет речь о том, чтобы складывать какие-то вещи для ребенка, для прогулок. Но для этого у нас есть сумка, которая идет вместе с коляской. Я думаю, что все у нас туда влезет. А вот такой вот маленький рюкзачок мне очень даже нравится. И удобно с ним ходить. На этом мы заканчиваем. Посылочки с Алиэкспресса у меня закончились. А, еще у меня есть пижамка с Алиэкспресс. Я ее заказывала для себя. Если вам интересно, то вы можете посмотреть видео про мое беременное утро. Подсказочку оставлю. И там я была как раз в этой пижамке, если вам интересно. Также, если вам интересны покупки для малыша, у меня есть распаковка посылок с Азон. Там тоже очень много покупочек для малыша. Также можете посмотреть видео про мои сумки в ее дом. А также не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео-влоги. Мы с вами увидимся совсем скоро. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok